так запись пошла до гуды в нем тебя пока не да им хатрёп предварительные выводы нет все не смыло оказался это роду или стойкая так ладно поехали и так что мы имеем на сегодняшний момент что мы уже проговорили мы обсуждали тему тему связанные с богами совсем как тут все организовано у нас вот значит ну я что хотел бы сказать что во первых мы имеем один комплект богов для всех мифологии для меня это уже очевидно у меня тут никаких сомнений нет то есть есть один комплект сущности до которые у разных народов известно под разными именами и мы если начнем внимательно смотреть мы четко везде прослеживаем три поколения богов и везде имеется смены главного божества и если мы внимательно чем смотреть у нас имеется где-то три где-то четыре смены этих главных божеств у нас должно быть четыре да потому что у нас был уран сатурн потом юпитер и потом стало солнце вот в других народах они называются по-другому в некоторых отражены не все смены да то есть скандинавской мифологии мы имеем одина главного бога да а то что тор стал главным богом у них это не рассказывать то есть у них мифология заканчивается на титаномахи то есть когда начинается рагнарёк вот только на у них немножко другой стороны описано вопрос кто с чьей стороны находился в этой битве да тот так и описал вот и там не сказано о том что локи когда что не сказано скандинавской мифологии да что локи когда начинал весь этот процесс то он на самом деле действовал в том числе в интересах один а у этого тора до которого он привел к власти то есть тор это зевс это зевс и питер один это сатурн кронос вот здесь тоже как бы мы это в прошлых роликах рассказывали там четко она прослеживается и по персонажам и по сюжетам и потому кто в чей день недели как назывался да кто где как у них в пантеоне расположен ну то есть тут как бы у меня никаких сомнений нет если мы берем ведическую схему там ровно та же самая картинка то есть у нас есть брахма вишну и шива брахма это создатель мира вишну это хранитель мира да и шива это разрушитель мира вот соответственно брахма это у нас уран который создает эту всю систему хранитель мира это сатурн кронос да при котором был золотой век это вишну и шива это разрушитель мира это это зевс юпитер то есть тот кто начал тут все разрушаете к который привел потому что система чуть было не погибло вот соответственно у всех этих вот уж мы имеем три как бы основных главных бога и они все по очереди были центральной звездой единство что здесь следует отметить я так думаю что вот до момента пока еще . вот они все были богами да я так думаю что они светились все и мы имели систему нескольких звезд то есть у нас ни одна единственная была звезда в центре как сейчас когда солнце одна единственная светится все остальные свечения практически не имеют ну в видимом диапазоне как минимум вот соответственно они светились они просто менялись кто у них главный кто у них в центре да кто является как бы правит системой да определяет основные процессы вот и получается вот у нас святая троица то что мы уже это проговаривали да то есть святая троица это уран сатурн и юпитер те которые светили вот то на что мы с тобой вышли уже после последнего нашего стрима по которым мы рассказывали про рей да то есть что было еще 2 троица которая животворящая и это разные сущности и если посмотреть наиболее древние тексты то там видно что христос и святая троица это разные сущности и что животворящая троица она не просто так выделена деле это тоже другая сущность вот что такое животворящая троица у мужской составляющей вот этого пантеона да вы были женские пары соответственно у урана который был первым богом была парой георуса и судя по всему это сущность более высокого порядка то есть это по сути сущность ну галактического масштаба да то есть вселенского масштаба можно сказать по крайней мере это следует из того как она описана в античной мифологии да что именно гея создает урана из первичного хаоса да и потом уже от них становится его супруга его парой и они вместе рождают первых богов до титанов первое поколение богов местных вот то есть соответственно у сатурна тоже была пара это рея который мы обсуждали в прошлом ролике до которая великая мать и сатурн с рей забыл как у него второе это имя рея кибела да белла вот рейки белла вот и они становятся родителями для второго поколения богов это олимпийцы которые в какой-то момент объявляют войну кроносу свергают лишает его власти да и становится где занимает трон становится главным богом вот и третья пара у нас это собственно сам зевс юпитер да который стал занял место кроноса сатурна и его супруга это гера вот так вот эти три женские составляющие они являются животворящей троицы то есть гея руса реки белла и гера которая супруга зевса значит и именно эту животворящую троицу мы видим на иконе рублева которая так и называется троица животворящим мы видим что на ней сидит 3 ну нам говорят сейчас три ангела на самом деле там сидит три женщины мало того у этой иконы есть предшественница да то есть якобы с которой взял сюжет рублевым если зайти на страничку википедии посвященной троицу рублевого да то там есть при приведем приведено изображение репродукция вот этой иконы с которым якобы рисовал свою они похожи очень по сюжету сидят примерно так же да и там тоже изображены три де три женщины в одеждах вот что там интересно на этих иконах на обоих дело в том что там есть некий атрибут по которому четко можно понять что вот одна из женщин это именно рейки белла одним из атрибутов рейки белла является головной убор в виде башни либо квадратный либо круглый с зубцами на ней вот на некоторых культурах она изображается с такой с таким как бы короной видит такой башни да вот на картинах на старых на гравюрах она тоже изображается с таким головным убором виде башни так вот на и на иконе рублева и на иконе из которой он ее писал который тоже называет строится животворящая да вот над одной из женщин изображен изображена башня вот а второй атрибут по которому можно понять что это именно рейки белого если мы посмотрим на одежды вот этих женщин до центральная женщина сидит у нее одежда красно-синего цвета у той которая сидит если мы как смотрим с правой стороны у него будет одежда зелено-синего цвета а вот у той которая сидит слева и там композиционно картина построена так что вот первые две женщины как бы с одной стороны сидят смотрят вместе в одну сторону а третья вот эта женщина которая собственно есть реки белого как бы им противопоставлено она как бы на них смотрит да то есть они как бы вот противопоставлены друг дружке извиняюсь так вот у нее одежда золотые и это отсылка к золотому веку татурна то есть при сатурне был золотой век это достаточно но век наибольшего благоденствия и она изображена в золотых одеждах из башни над головой да то есть вот он башня голову то есть это такое скрытое указание на то что это именно изображена реки пела вот судя по всему уже была цензура какая-то были какие-то гонения поэтому в явном виде это изображать было нельзя да и поэтому так иносказательно не зашифровали в этой иконе сначала первый автор потом рублев когда с нее перерисовывал вот то есть это троица животворящие это три богоматери а почему они богоматери они матери богов то есть это буквально надо понимать то есть и гея руса богоматерь она родила титанов и реки бела является богоматерью и она великая мать в том числе в римской традиции дау в римском пантеоне и это вот это нотр-дам да наша дама которые посвящены готические соборы мы в прошлом ролике все подробно проговаривали вот она мать олимпийцев и у геры с зевсом тоже были дети да и это третье поколение которые как бы они богами ну как бы они все входили вот часть из них из их детей да они входили в пантеон вот этих олимпийцев значит правили вместе с ними вот хотя там когда начинаешь читать путаница такая что кто-то у них считается официально детьми потом у других авторов они не их официальные дети а усыновленные но это отдельная тема мы туда сейчас погружаться не будем тут нужно понимать что нет как вот скажем если нам подают библию что там есть якобы некие канонические тексты да вот канонических текстов мифов античных их не существует существует очень много всяких редакций и когда в эту тему начинаешь погружаться ты понимаешь там ну можно найти много очень разных вариантов то есть у разных авторов разные родители у богов разные как бы их истории да какие то есть некая общая канва да но вот мелкие детали могут достаточно сильно отличаться вот но тем не менее да то есть у нас есть три богоматери которые были матери матерями богов так вот то что мы выяснили вот после нашего последнего слива про и белого что мало того что на иконе рублева изображены три богоматери животворящая троица у геи которая сидит в центре одежды красно-синие если мы посмотрим на все наши старые православные иконы именно православные да то мы обнаружим что богоматери на них изображена в красно-синих одеждах что указывает на то что это именно гея руса то есть православный наши вот есть как бы я находил это вот у пыжикова было в лекциях про староверов старообрядцев да где он во первых говорил что это не одно и то же во вторых он говорил что староверы поклонялись в основном богоматери то есть основной культ был богоматери так вот это был не просто культ богоматери они поклонялись то есть они не кто что поклонялись они почитали и служили именно геи руси почему они были русские через русы и почему рус 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 и да скажем на немецком до сих пор означает светлый почему потому что именно такого цвета были волосы у геи русы то есть гея это ее как бы название ну как бы имя у греков да а ее собственное имя русой да и у нас она шла как руса и вот в честь ее имени да и назван вот этот светлый оттенок волос который у него был причем на старых иконах на наших русских она обычно изображена либо с покрытой головой либо вот то что мне читаете подписчики присылали да что есть иконы на которых видно что волосы ей позже закрашивали вот этим на этих иконах они закрашены либо эти иконы они в таких металлических обкладах в которых не видно ни цветов одежды которых они находятся да ни цвета волос видны только лики я так понимаю это тоже не случайно их в эти обклады убирали чтобы не виду было цветов чтобы было непонятно кто это вот но тем не менее на многих европейских картинах вот бога богоматери да если деву марию набрать деву марии либо богоматери да и посмотреть старые картины то выясняется что у них тоже она изображается со светлыми волосами я тоже был вот сильно удивлен когда я вдруг это обнаружил что оказывается вот есть отсылка непосредственно к руси вот то есть русские те кто это по сути не национальность да и не принадлежность родовая русские это религиозное то есть это именно отношение к религиозное да то есть понимание то есть это некая то есть по сути православные русские это одно и то же потому что и те и другие они почитали гею русу то есть это религиозный как бы критерий они национальны понимаешь что сам это интересно то есть не принадлежность какому-то конкретному рот а это вот кто кого почитает вот я так понимаю то же самое у нас будет из этой рейки белые да и вот у нас вот эта третья ветка это получается гера да вот с ней еще и до конца не разобрался с кибелой все понятно это римская католическая церковь вот это у нас четко идет картинка и по готическим соборам и по папе римскому да и по всем этим атрибутам то есть тут понятно кто кто там стоит за католической церкви кому они служат вот и получается должна быть еще ветка вот этой гера третья с ней надо будет посмотреть разобраться где они проходит вот но мы имеем трех женщин то есть имеем троицу творящий вот ну и дальше идут разборки между этими кланами до между этими богами вот которые которые в общем-то и формируют нашу реальную историю этой планетарной системы и нашей планеты и того что сейчас происходит да вот то есть такая получается интересная картинка по я бы ну я бы сказал что все-таки генетическая принадлежность она есть она прослеживаю прослеживается по этносу и насколько вероятно что какой это принадлежит тем или другим богам но форма носа цвет глаз нет нет это есть помнишь мы про это говорили что тут нужно понимать что это видимо не русские вот в том виде как это сейчас принято трактовать да это что вот на за это скорее всего то что называют славяне да вот это славянские племена вот и там есть нюанс который мы уже проговаривали то гея когда формировала вот новое это когда уже солнце зажгли и адаптировала под новые физические условия среды вот нас маленький этот вид людей который единственный смог выжить в новых условиях да потому что великаны выжить не смогли вот она произвела корректировку генетического кода да то есть она модифицировала этих людей и сделала так что они обладают некими способностями которыми не обладают другие народы мы это проговаривали с тобой в прошлых роликах то есть поэтому есть генетические как бы отличия у славян да но нужно понимать что не только славяне были русскими русинами русичами да то есть руси служили не только славяне многие народы служили именно геи руси то есть почитали ее как богородицу в том числе то что эти азиатам и сейчас принято называет дали там моголы монголы вот это все то что не те монголы которые сейчас монголии до которые ну понятно да . бы кочевники да а вот те которые моголы которые жили на этой территории сибири да и по сути это вся сибирь она вся как бы ну так была территория русы геи русы кстати по моему в прошлом ролике в это с тобой проговаривали то что когда у них там произошла это вот борьба что когда ария кибела вместе с сатурном они же подвинули урана и она выгнала геи русу она выгнала в стартар то есть ну как бы не свергла вниз но по сути на его выгнала на территорию тартаре точно на территорию сибири то есть на северный полюс то есть они заняли олимп то есть антарктиду а ригею с ее людьми они выгнали вниз то есть тартар тартарию а это была территория сибири то северный полюс просто раньше на 1 раньше на картах ю южный полюс рисовался сверху они снизу поэтому сейчас вот и вот и и средневековым среднем века его их перевернулись поменяли местами получилось что северный полюс стал сверху этого вопроса надо еще касаться потому что что за вкусные злачные места в антарктиде энергетически мощнее или еще как-то это надо разбирать почему именно условно говоря арктида да это территория второстепенная да антарктида она для них более перспективная и предпочтительная я думаю даже я думаю даже знаешь олег я думал уже над этим вопросом если правда что у них часть вот то что посейдоновская это ветка то что это цивилизация моря до который вот потом с британцами когда это заключали договора и которые помогали путешествовать по морям и торговать то в южном полушарии площадь морей больше намного чем в северном и они выбрали себе именно нужную пару шапалу шапалу шапал их территории то есть покрытой водой больше чем все получше то есть им она была предпочтительной для их цели для их разве ну да ну или плюс к тому еще и энерговихри закручивается проходя может быть да да может быть кстати что он был но видишь как тут вопрос где у нас мужское где женский если женский с той стороны до орехи белая она же понимаешь как она же именно себе под себя выстраивала систему то есть у него вроде как правили и дети но реально-то рулила она то она и захватывала женскую сторону вот этой системы а женская сторона получается с той стороны да очень вероятно да уточню скорее всего даже не служили или поклонялись и выполняли какую-то задачу то есть ну не поняли на колено по почит почитали и как бы да по были помощниками как они то есть ну как бы понимаешь это руку мы как бы продолжение богов которые тот инструмент с помощью которого они могут трансформировать материю особенно в сегодняшних условиях с уважением и с той стороны и с той стороны и в до сторону и в другую это было полное уважение и взаимодействие да то есть честь и искренность ты понимаешь я стал углубляться в египетскую мифологию я же все вот это вот асирис исида кор тут меня включила я стал изучать вот я видео выложил на канал а я сейчас много еще наскринил информации просто не могу распечатать но расскажу пока так здесь мы не отзывается здесь у меня есть ресурсы здесь мне интересно копаться и что я нашел там она перекликается с греческой мифологии перекликается с римской везде есть точки связи и это вот опять же говорит о том о чем ты сказал в начале этого видео это суть все одно так вот вот сейчас даже меня будет немножко видно рея она же опада в некоторых источниках она обозначена как опия то есть тот опий который добавляли в богослужение до службы богослужения а при вот вот почему он и называется опий да и здесь читается прямо сразу очень понятно жрец опы жрецы опы папы то есть это не 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 вот это вот пресловутая прах отцов предавшие там вот это вот знаешь что придумать чем можно чего угодно притянуть вот она опада опа и поп корневое абсолютно звучание жрец опы он попы есть попы они так и есть вот они жрецы опы и есть это один момент ну то есть жопы я понял это прям это прям прочь просится сказать другой вопрос почему допустим рею кибелу когда она стала тут королесить стали называть опой может быть ее жопой и называли я не знаю не знаю может быть может быть и так но во всяком случае служители опы это вот папы и есть это один момент вернемся к троице и к исходнику я не могу сказать что авраамическая троица явление трех ангелов аврааму она может быть она может быть исходником потому что ее могли пририсовать и позднее вопрос в другом на иконе троицы мы видим две у двух женщин смотрящих в одну сторону и третью антагонистку понимаешь она в противопоставлении и новороссийский дольмен сделан точно так же 2 в одной плоскости дольмена а 3 развернута 120 градусов тоже предполагается что это именно вот это вот выражение как расстроиться что они хотели показать что именно конкретно вот это вот это там же гера развернуто антагоне и и кстати этот ангел как пишется церковное из церковное предание является богом а те два ангела это сын божий и дух святой то есть это предвечный совет что нарисовал что написал рублев церковная история говорит он написал предвечный совет божественной троицы святой троицы там уж я не помню как это в словах словах но конкретно то которая которая гера которая гера до которая захватила власть она и антагонистка она и говорит вот нигерой реки бела который за рейки рейки бела вот это вот это один момент надо надо просто понимать что конкретно в этом символе святой троицы в этом образе святой троицы пытаются нам передать и что еще можно там раскрыть дальше по египетской мифологии во первых тот осирис птах саккар амон-ра исида и штар хаткор хаткор в некоторых играх виртуальных она такая значит как ее пишут прописывают в этих играх что при прилетела она в неком саркофаге этот саркофаг открыли и теперь она за счет своих хиромонов абсолютно управляет мужчинами и мужчины не могут противостоять этой власти этого вопроса можно касаться это вот как раз повреждение генетической структуры еще в район в библии описано так вот все они рисуются с ключом анг ключ этот это точно помнишь а если люди так вот тот анг хамон ну это был бог тот какой-то но это тот же птах тот же птах который создал первые восемь сущностей и который сам создал себя это вот некий хаос да тот который есть но тот анг хамон тут он хамон тот фараон гробницу которого скрывали да вы сейчас поймете и ты поймешь и люди поймут почему ее скрывали что искали потому что тот анг хамон владеющий ключом света ключом света лину владеющие ключом и никого потока так вот сдается мне что вот этот ключ анг он выглядит как некое устройство для экстраполярного оплодотворения понимаешь вот если мы берем ключ к бессмертию там ход хор этой клеопатрии клеопатрии передает такой ключ ключ как бы бессмертия если допустить что они нашли возможность сознания передавать сознание восстанавливать да то этот ключ то есть буквально этот ключ и есть ключ к бессмертию то есть как раз он и выглядит как некое устройство которое может вводиться во влагалище женщины да и доставлять сперматозоид оплодотворять яйцеклетку непорочное зачатие непорочное зачатие мы мы прямо буквально видим это непорочное зачатие понимаешь вот она причем они все с этим ключом и символически и реалистически дальше понимаешь мы тут тоже с одним товарищем обсуждаем соратником и мы пришли к одному выводу про аполлона что ты понимаешь аполлон говоря о том что он бог солнца ну про аполлона говорят что он бог солнца и аполлон сам говорит про себя да что он бог солнца похоже он не врет он бог солнца только не нашей системы его где-то тоже в каком-то саркофагии доставили сюда доставили сюда и нашли способ воплощения ну вот этого экстракорпорального оплодотворения и это тоже к размышлению то есть аполлон да бог солнца но бог бог солнца какого-то погашего не в нашей системе откуда они прилетели сириус ли они прилетели потому что асирис сам по себе да потом тоже оскопленный и ставший владыкой подземного загробного мира это извините но мы читаем sirius но это в прямую мы читаем sirius мы видим сочи мы видим олимпийский парк мы видим sirius и что там конкретно сделали тоже пока непонятно это один момент смотрел у нас кого скопили у нас же оскопили урана урана асириса тоже мы имеем тот же самый сюжет вот смотри дальше когда я чем больше я смотрю на видео смотрю видео с канала забытые руины тем я больше убеждаюсь что я это где-то видел уже я реально это где-то видел это уже где-то происходило я вдруг вспоминаю семнадцатый год разрушенные барские усадьбы и многие барские усадьбы в подмосковье и по всей руси до сих пор еще стоят ни кем не на баланс не взяты и я просто понимаю что ну хорошо пять с лишним тысяч античных лакшери городов а кто обслуживал эти города но если мы видим сана санатории 6-10 звезд лакшери города где люди до цивилизация отдыхает наслаждается кто ее обслуживал и я вдруг понимаю что была революция была революцией и рабы и рабы восстали вероятно того что титаны сделали себе рабов олимпийцев они сделали олимпийцев им именно рабами потом рабы восстали рабы восстали и просто-напросто началась вот это вот бой не гражданская война как один олег тут тут ты не совсем прав потому что рабовладели рабовладение как концепция она появляется во времена римской империи то есть это продукт зевса то есть это вот они когда классе пришли вот они начали устраивать систему рабовладения то есть как бы сама сама понятие ограничения прав и свободу она появляется только в период римской империи а в период сатурна этого нет то есть у них не было понятия ограничения прав там борьба была именно за власть за возможность распоряжаться ресурсами не согласовывается с другими то есть искусствами энергии источников источников очень мало их практически да 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 но сам посуди но но сам посуди но пять с лишним тысяч городов прекрасных а кто 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 обслужил эти города ты можешь понять и вот кто олег тут весь вопрос а какая была техника и технологии и и какая требовалась усилия по обслуживаю потому что если как бы у нас была другая энергетика и вообще материя была пластична за счет в энергополе да то там и затраты были совершенно другие на фене на экономику и на производстве на изготовление всех этих городов и на их обслуживание то есть просто может быть мы это воспринимаем неправильно это сейчас меряем по современной физической среде да где мы должны все сами руками делать вот а там возможно и другие технологии были которые позволяли это все как бы и обслуживать с меньшими затратами именно человеческого труда я немножко в корень я немножко в корень пытаюсь смотреть мы пытаемся ведь разобраться мы видим локальную достаточно небольшую территорию но она так-то огромная конечно территории но мы видим очень комфортную для проживания территорию и на этой маленькой по сравнению со всей планеты земля территории сосредоточено большое количество лакшери городов чего мы не видим в других областях и здесь вот на причерноморье да ну какой-то рудник это черное море бренд чё тут там где-то кайфуют отдыхают а потом посмотри что происходит да куда в тартар гею в тартар русу в тартар остатки населения в тартар и тартар я как таковая да она до 1800 800 их годов еще держалась она сослали вы выселили то выдавили и тем не менее каким-то образом восстановились еще как-то еще как-то на олег ты не забывай что их не только выселили выдавили их же потом еще и долбали за страшно именно эту территорию и то что мы сейчас вот с альбертом у нас же кстати пришли эти анализы вот то что мы на иремель ходили все 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 изотопы на месте плутоний на месте уран всех видов в пробах все есть только единство что плутония маловато похоже водорога но термоядерный взрыв было не просто ябер но привез а то по себе присутствует понимаешь в пробах все черно вот поэтому поэтому к аудитории к нашей аудитории к нашей команде но надо просто посмотреть надо задаться вопросом почему на очень маленькой территории очень комфортные города и происходит потом когда когда кто-то кого-то куда-то и зачем то вот этот момент надо продумать просто я говорю я вижу гражданскую войну понятно что нас провоцирована этим инопланетным разумом который суть то может быть этот аполлон и есть да но факт остается фактом посмотреть что дальше вот происходит если мы берем советский союз мы берем молот серп мы берем сатурна мы берем тарану юпитер и сатурн предполагается они же объединяются для противодействия кому-то и чему-то а кто разрушает а кто разрушает а теперь вот смотрите горбачев гор а дальше перехватывает эллин эллин ельцин они бы мне кажется они сами даже не понимали они сами даже не понимали или может быть по были они посвящены или не посвящены но видимо веры видимо так надо чтобы корневые вот эти звуковые вербальные волны да звучали в имени того кто чей сначала горбачев это горы которых еду за горгона гнобила и гнала а потом эллин ельцин здесь и бахус здесь и дионис вот эта вся эта шушера и шва шушера и шваль разрушают и это надо это надо понимать вот такие моменты то есть мы практически все видим на поверхности все видим на поверхности и и и видим некую какую-то скрытую игру когда даже саммит нато да происходит в какие-то ключевые точки как раз там какое вот у них там число то было на сейчас вот 17 18 новолуние завтра будет новолуние и и кармические узлы меняю знак они знают больше чем мы да конечно это они не просто так но ты обратил внимание день проводили саммит нато но я знаю что где-то на воду это чем в чем особенность что это было первый саммит нато на территории бывшего ссср раньше он никогда не проходил на территории бывших союза и республики ссср то есть они специально именно в вильнюсе его провели не просто так это прямо вот вызов путина да вот мы правильно ты считаешь что это твои территории а мы именно тут был проводим этот сами так смотри дальше информация да углубляясь все глубже и глубже но мироздание тоже подсовывает мне некие факты артек артек он в крыму и артек как раз на гераклейском полуострове гера гераклейский и сейчас там сделали построили очень быстро построили детский такой но не как как бы от артека некий филиал корсунь корсунь где детей будут ну ну тоже как-то наверно как наш как комсомольский актив раньше был так вот вероятность того что они пытаются перепрошить гераклейский полуостров ну понятно что крым это мистическое место непростое место но я понимаю что если не брать все отрицательное все негативное то вероятность того что наши начинают отжимать назад эти не просто территории а перепрошивать пространство то именно на гера но на полуострове геры ну блин ну это вон ну читается ну вот чё туда ехать надо то надо ехать надо разбираться вот но дело в том что скорее всего до сих пор у нее там какие-то ментальные духовные и физические права и и статус и все такое прочее и вот вероятность того что этот центр корсунь и развитие но вверх херсонес который 2000 лет не перестраивался до очень много тут моментов я говорю google google в помощь как туда начинаешь нырять когда ныряешь как в кроличью нору и глубже и глубже и глубже и пока вот завершу на гераклейском полуострове и на и на том что про делает россия сейчас конкретно там что-то знаем что-то не знаем и тут еще такой момент не факт что большая часть тех там сейчас считают себя или ты и что-то делает что не на самом деле понимают что происходит чего не делать то есть ну я уже несколько раз это наблюдал да что как вот блоки подключаются как они вмешиваются то есть тот кто непосредственно исполнительно может даже и не понимать что делает и зачем докажется что это его мысли что это его идеи что это он делает для своих каких-то интересов а потом раз и выясняется что это нужно было совсем для других целей ну просто его использовали как инструмент то есть он оказался в нужном месте в нужное время про горбачева и ельцина понимали ли они и но почему-то у горбачева супруга ты была ра иса до ра иса 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 до ра иса если мы пытаемся убрать и отсюда мистику то мистика сама сама залазит же сама залазит вот ладно мы вот смотри вот такие некие ключевые моменты мы сейчас стали понимать и с этого понимания кстати выстраивается некая наша будущность но есть предположение есть предположение она не мое есть предложение и ты как человек с программированием и с виртуальным миром на ты и мало того ты еще и к компьютерщик хороший и начальник компьютерного отдела может быть здесь и тебя эта информация не то что заинтересует призовет к размышлению есть предположение что враги и враги короче и наши посредством создания виртуальных игр переброшивают и программируют некую реальность мы вольны и нас приучили думать что то что мы видим в компьютерных играх что что мы видим на экране во вселенной марвел это некая такая виртуальная сказочная история мир который не никаким образом на мир материале и физически не оказывает никакого воздействия это тема достаточно давно уже обсуждается и она понятно как работает это формирование образного ряда которые определяют пространство выбора людей уже в реальном жить жизнь то есть это это понятно чего несколько денег of голливуд кидывают его сеять игры и вкидывался формирование образного ряда которого то есть сейчас идеи которые дальше определяют Пространство выбора надо и поведение людей летней 된о и двери эти люди начинают строить ту реальность Которую им прошили А я смотри А есть предположение Что это влияет еще и На ход событий как таковой Естественно влияет Не на действия Людей Не то что потом происходит С биологическими объектами А конкретно на события Которые мы влияем А все события происходят От людей понимаешь То есть они все происходят От людей так или иначе То есть у нас все что происходит Происходит от людей То есть мы движущая сила всех событий Еще раз попытаюсь объяснить Я неправильно объясняю Создаем Некую игру Где есть чудовище Есть герои Есть разные племена Называем их Конкретными именами И делаем так Что в этой игре Наши побеждают Или проигрывают Ну те допустим Пишут свою игру А мы пишем другую И посредством этого Та виртуальная Вроде реальность Оказывает влияние И воздействие На реальную Реальность Ну естественно Масло масляное Естественно Но тут надо понимать Что Это понимаешь как Это не действует Вот в прямом То есть понимаешь В любом случае Оно действует Через людей То есть человек То есть понимаешь как Вот если эту игру Запустить Без игрока Который в нее играет Который будет Своей мыслью Да Которая связана С уже дальше С остальным Не будет Это подпитывать Своей мыслью Ничего не произойдет Обязательно Должен быть живой игрок Который Видит эту картинку И этот образ У себя в голове Прокручивает И начинает Материализовывать Да Материализация Все Вот Да Я про это и говорю Что все через людей Происходит Материализовать Может только человек Живой То есть Сколько Можем суперкомпьютер Поставить И начать на нем Крутить эту игру А ничего не будет происходить Да Потому что На материю Это не транслируется Транслироваться Можно только через людей Через их сознание Через наш разум А тут А тут мысль Генерация поля И за счет Генерации поля Усиление Потом Да В этом и весь смысл Да Ну я У меня пока все Ну вот Мы единственное Что не проговорили Что когда Читаем мифологию Да Там нужно понимать Что некоторые То что выдаются За имена богов Это на самом деле Не имена богов А их функции Да То есть Как бы Как Христос Да Или как там Баал Ваал Да То есть Как бы Это Выдают Выдают Как имя Что это имя Якобы Якобы собственное Да Или Иоанн 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 Янов Да Вот В улики Янов Да А потом Выясняется Что Янов Вообще Это не Имя Конкретного Сущности А это Функция Да Тот Кто Сейчас Главный Центральный В центре Системы Янов 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 То есть Это Просто Тот Кто Главный И опять же То что Вот мы Говорим Новый Завет Ветхий Завет Такой Завет Такой Завет А получается Что Вот когда Он становится Этот Сущность Становится Главной Центральной То есть С ней Заключается Соглашение Чтобы мы Ее признаем Как главную И вот у нас Завет Поэтому Ветхий Завет Заключался С одной Сущностью А новый Завет Когда Солнце Возник Заключается Уже С Христом С тем Который Сейчас Христом Ну то есть Грубо говоря С новой Сущностью Поэтому У нас Несколько Заветов Кто С какой Сущностью Заключает Вот это Соглашение А у Евреев У них Свой завет У евреев Они Заключили Соглашение Со своей Сущностью Что они Ее признают Как высшее Божество Которому Поклоняться И тот Который Иегова Да То есть Дающий Как бы Жизнь Дающий Как бы Энергию Да То есть Он для них Как бы Является Иеговой То есть Он не Всеобщий Иегова Да Он Как И конкретно Этого Вот этой Группировки То есть Там тоже Нужно Понимать Что это Как бы Не имена Собственные Да Это Некие Обозначение Функций Ну В принципе Ключевые Моменты Проговорили Все остальное Ну там Вопросы Еще будут Потом Следующий Видимо С ним Уже Ответы На Вопросы Да Обращение К подписчикам Обращение К команде У кого-то Если Солнечные Батареи Есть Или Если Возможность Оплатить На Озоне Я У меня Крайне Неудобно Сейчас Я живу В палаточном Лагере Я хожу На ЖД Вокзал Заряжаться На ЖД Вокзале Ну короче А тебе Нужно Какую Портачину Чтобы зарядить Телефон Они На Озоне 1700 Блок Стоит Ну Ладно Я тебе Как Скину Как Его Мне Надо Реквизит Кому И Где Получай Одно Ладно Договорились Ну Все Давай На Этом Заканчивай У Нас Не Такой Длинный Получился Ну Я Надеюсь Содержать Стрим Видео Это 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 У Нас Имко Трёп Шестая Часть Шестая Часть И Это Пред Выводы Это Предварительные Выводы Ну Пока Пока Уже Есть Как Бо Какой-то Некий Фундамент От которого Хоть Как-то Дальше Можно Отталкиваться Ну Давай Ещё Я Тоже Момент Скажу Что А Кстати Хотел Тебе Рассказать Какой Ещё Момент Сегодня Смотрел Мне Ютуб Подкинул Ролик Про Образ Богини Матери В мифологии Народов И там Лектор Читает Лекцию Начинает Расскажет Но я До середины Где-то Посмотрел Есть Интересные Моменты Но Понимаешь Какой Момент Я обратил Внимание Вот как Уже Мы это С тобой Говорили Что Они Факты Берут Фактологии У неё Очень Много Интересной Фактологии Но они Не понимают Про чём Идёт Речь Понимаешь Она Говорит Вот В кельтской Мифологии Есть Вот Это Образ Древние Он Обобщающий Потом Значит Хлоп Ну вот Есть Это Три Единства Матерей Вот В кельтской Мифологии Есть Три Ведьмы Три Великих Матери Но Это Опять Обобщающий Образ Это На самом Деле Одно И то Погоди Тебе Говорят Про Трёх Великих Матерей Даже В кельтской Мифологии Есть Упоминание Творящей Троицы Она Потом Это Всё Ворачивает И начинает Из этого Лепить Образ Вот Этой Великой Матери Как бы Вот Типа Женского Начала Вот Такое Всё Понимаешь Туда Это Всё Выкручивает Ну То есть Они Не Понимают Про Чего Они Даже Читают Да Вот В этих Всех Мифах Для Них Это Некие Абстракции Для Некие Выдумки И Понимаешь Что Все Это Реальные Сущности И Все Что Что-то Происходило На самом Деле Что Многие Вещи Надо Вообще Буквально Понимаешь Для Них Это Нечто Вот Они Там Изучают Они Там Это Собирают Они Это Как-то Пытаются Анализировать Но Только Они Анализируют По сути С материалистических Позиций Это Всё Как Некую Выдумку Некий Фольклор Хотя Я говорю Что Фактология Местами У них Достаточно Интересна Да И Есть Подозрение Что Эту Фактологию Реально Вбрасывают Тоже С нашей С нашей Стороны Ну Типа Наши Какие-то Наши Да Да Не Ну Она Просто Осталась Понимаешь Она Как Б Там Она Упоминает Кстати Еще Несколько Авторов Вот По Поводу У этой Трех Ведьм Трех Три старушки Под окном Да Там Или Как Там Эти Три Девицы Под окном Да То есть Вот Про Этих Трех Грации Трех Ведьм Очень Много В фольклоре То есть На самом деле Это Не случайный Образ Понимаешь То есть Он Следы Вот Этих Вот Желтворящих Троицы Они Остались Они Присутствуют Причем Иногда Вот Вы Вы Выявляются Очень Неожиданных Местах Не просто Выявляется А такое Впечатление Что Прямо Намеренно Вкладывается Подкладывается Выносится На обозрение Ну Живые Как говорится Живые были Не помрем И мы И мы Не одиноки В этом мире Ну Какие-то Процессы Идут Правда Непонятно Чего Происходит Да Для многих Я вот Сейчас Смотрю Тоже Понимаешь Как Вот Даже То что На Украине Ситуация Патова Ни та Ни другая Страна Не может Победить Ни та Ни другая Страна Не хочет Договариваться Потому что О чем Договариваться Капитулировать Никто Не собирается Договариваться О перемене Ну понятно Что О перемене Временно Все равно Снова Начнет Воевать А что А дальше Что Ну давайте Сейчас начнем Ядерную войну Все разнесем Снова В очередной Раз Ух и прах Ну потратим Еще Потом Очередные 200 лет На то Чтобы Все это Восстановить Ну придем Снова К той же Ситуации И снова Будут Те же Самые Разборки Да По Ливням По грозам И по воде Серьезное Подозрение Что Сама Почва Сама земля Как таковая Перенасыщена Влагой Потому что Все местные Они просто В шоке Ну такого Не бывало И раньше Бывали Грозы И смерчи И ураганы А сейчас Такое впечатление Что Сама земля Она настолько Насыщена Водой Что это Какое-то Глубинное Изнутри Земли Пошла Да 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 Понимаешь Я тоже Это понял Уже Потому что Я посмотрел Тут народ Выкладывал В Корее В Южной Корее Сейчас прошли Типа дожди И они показывают Что у них Сели пошли И я смотрю И я вижу Что идет Из-под земли Начинает бить Этот фонтан Ну как бы Поток Из-под земли Начинает Размывать склон Он снизу идет Он не сверху Течет Ты понимаешь Что Они этого Пока не врубаются Они считают Что это вот Дожди прошли Дождями размывают Дожди-то тоже идут Потому что Пошел Выход Но он понимает Что он идет В определенных точках Вот у нас наоборот У нас суш И я смотрю Что у нас воды Очень мало Поверхностного Стока вообще нет И даже дожди Проходят Вода сразу Флоп Куда-то ушла Все Земля сухая Она провалилась Она ушла Вглубь А Снова все Суш А здесь не проваливается А здесь наоборот Здесь Она снизу напитана Уже водой Потому что снизу Поперла А почему поперла Потому что там Видимо и раньше было Там разломы И там вот выходы А кстати Очень интересный ролик Опять же Вот для подписчиков Кто будет смотреть У Александра Таманского Был ролик Про Эти Перу по-моему Про перуанские Вот эти постройки Да И он там Рассказывает механизм Как они строили Из известняка Вот Но он там локально Только конкретному месту Это объясняет Что в коре Очень много Оксида Ну грубо говоря Этого Кальция Да Вот И потом Происходит Если Это дело Нагреть Происходит Образование Негашенной Извести А если А если Это Соединить С водой Образуется Гашенная Известняк Образуется Тот самый Известняк И какое-то Время Он пластичный И он там Прямо Говорит Вот смотрите Видите Вот Идут Эти слои Известняка А такое ощущение Что их Выдавливали Как будто Из тюбика Пласту выдавливают Снизу Выдавливают Вот И он там Делает Как бы Ну как бы Это его Гипотеза Да Он это Рассказывает Ну понятно Что это Он дошел Ну как бы Докопался До механизма То есть Смысл в чем Снизу Когда вулкан Начинает Магму Выталкивать Наверх Вот оно Тепло Которое Разогревает И она Вот эти Внутренние Отложения Вот этих Пород С оксидом Кальция Да Оно их Начинает Прогревать Образуется Негашенная Известь У нее Одна плотность У нее Плотность 2,7 А если Это начать Соединять С водой Если вода Туда Начинает Попадать Она Становится Гашенной Известью А у Гашенной Извести Плотность 2,2 А объем То вещества Тот же Самый Ну в смысле Масса Остается А плотность Уменьшается Значит объем Увеличивается Ее начинает Выдавливать Откуда Это Вот Вот то что Мы видели С тобой Такой люме Да Снизу Происходит Прогрев Тех слоев Которые Выше Когда снизу Магма Под разломом Подошла Потом Сверху Попадает Вода Это все Взаимодействует И начинает Ее переть Наверх Как вот Эту Ну как Пасту Стюбика Когда ты Нажал Вот тебе Все эти Как бы Потоки Вот А то что Вот здесь Черноморское Побережье Там же видно Что там Этих много И выбросов Известковых И вот эти Где они Мрамор Добывали То есть Просто Это Там был Не вулкан А там Было Когда Землю Начало Рвать Разломы Образовались Снизу Пошла Магма Вот Она Прогрела Потом Сверху Попала Вода В эти Разломы И С водой Превзаимодействовала И начал Эту массу Вот эти Все Известники Начало Наверх Выдавливать То что Белые Из Белого Камня Откуда Сколько Еще Поля Говорил Что видно Как эти Выбросы Известника Эти Прям Языки Лежат Вдоль Этих Разломов А сейчас По этим Разломам Вот Она Идет Потому что Пошло Снизу Выбросы И водорода И всего У тебя Получается Это Выходит Снизу Водород Он С одной Стороны Восстанавливает Получается И сверху Дождь пошел Да И Проходя Через Породу Горную Он Тоже Воду Формирует То есть Он Оксиды Восстанавливает Которые Минералы Оксидами Этих Всяких Веществ Образуется Вода У тебя Снизу Вода Начинает Переть И сверху Дождь Начинает Ити Это Один И тот Же Процесс Получается Что И ливень А Причем Ты Показывал Кстати Вот Эти Смерчи Там же Видно Вихри Вихри Образуются А А это значит Что там Где-то Причем Они Образуются Я уже Обращал Несколько Раз Вот Там На Черноморском Побережье Они Образуются Над морем Они Не Образуются На берегу А раз Значит Над морем Значит Там Где-то Есть Разлом По которым Идет Подъем Эфира Там Идет Закручивание Понимаешь И разломов Там Много Потому что Там Все Деформировано Там Вот Этот Горных Ребет Поберечь Но Если Вернуться К нашим Прежним Прошлогодним Допустим Даже Прогнозам То Если 24 25 26 То Здесь Мало Мало Не Покажется Вот Здесь На Черноморском Побережье Но Оно Уже Начинается Просто И Коль Это Говорил Что 24 По Его Данным 24 Год Будет Пик Вот Этой Активности Тектонической А начаться Должно Все В середине 23 Года А Кстати Тут Народ Выкладывал Эти Предсказания Ванги Она Говорила Что В августе 23 Начнутся События После Которых Как Бо Всем Будет Уже Недовольный Разборок Осталось Не Так Долго Я Так Предполагаю Что Я Буду Здесь Будешь Вести Репортажи На Пике Событий Но Я Не Знаю Ты Понимаешь Посмотри Как Из Сибири Меня Раз Выбросили Сюда Выбросить Выбросили Я Здесь Раз Ну Хорошо Поработал Я Сейчас В Топсе Остановился Баланс Сбросил А Дальше Дальше Вообще Не Понимаю Куда Денег Нет Работы Нет Ну Как Если Я Осенью Если Я Осенью Я Был Мудрый У Меня Я Еще Из Сибири Поехал Обратный Билет Купил То Здесь Лето Нормально Даже Блин Палатка Поэтому Я Если Участок Мой Не Продаться Я Буду Здесь В Августе Если Августе Будет Здесь На Сейчас Еще Солнечную Батарею Главную Очень Очень Неудобно Без Солнечной Батареи Просто Ребята Там Стоят У них Солнечные Батареи Есть Они Заряжаются Причем Заряжаются Очень быстро Заряжают Пауэрбанки Заряжают Телефоны И Это Все Круто А Здесь Я Пришел Я Я Говорю Я Три С Половинные Часа Сидел Чтобы Зарядить Пауэрбанк Е-мое До конца Я его И не зарядил Но тем не менее Он мне сейчас Позволяет Вот Вести Вот Этот Вот Эту Видеоконференцию То есть Я сейчас На Пауэрбанке То есть Чтобы Мне завтра Восстановить Опять Ресурс Мне надо Опять Прийти Сесть На Четыре Часа И сидеть Пялиться На Этих Людей Которые Приезжают Уезжают Приезжают Уезжают Чемодан Урал Вокзал Блехом Все Все В Сочи Вход Хосту Хосту Чуть не смыла Все равно Вход Все равно Вход Сочи Чуть не смыла Все равно В Сочи А куда еще Олег За границу Сейчас Не везде Поедешь И не все Могут Вот В Туапсе Не едут А Туапсе Оказался Самый Крепкий Городок Ну Ладно Давай На этом Будем Заканчивать Время Уже Много С С Туапсе Потрепаемся Всем пока До следующих встреч Пишите вопросы На связи Пишите